Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева прибыли в Сумгаицкий химический промышленный парк для участия в открытии завода по производству медицинских масок, созданного Обществом с ограниченной ответственностью Бакинская текстильная фабрика. Министр экономики Михаил Джабаров и руководитель Общества с ограниченной ответственностью Бакинской текстильной фабрики Сякина Бабаева проинформировали главу государства и первой леди о предприятии. В результате резкого повышения спроса в связи с пандемией коронавируса все страны переживают острую нехватку медицинских принадлежностей и средств защиты, включая маски. Страны-производители, наряду с прекращением экспорта медицинских масок, также приостановили экспорт производственного оборудования и сырья. Вся проводимая в Азербайджане работа по предотвращению пандемии коронавируса постоянно в центре внимания президента Ильха Малиева. Глава государства уделяет особое внимание обеспечению здоровья населения. По поручению президента Ильха Малиева, соответствующим государственным органам удалось доставить в Азербайджан в короткие сроки оборудование и сырье по производству медицинских масок. Предприятие по производству медицинских масок, созданное Обществом с ограниченной ответственностью Бакинская текстильная фабрика, обеспечена соответствующей площадью на территории Сумгайского химико-промышленного парка и ему присвоен статус резидента парка. Данный статус позволяет предприятию пользоваться льготами, предоставляемыми промышленным парком. По линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики, производителю предоставлен льготный кредит в размере 1,2 млн. монатов. Инвестиционные расходы на создание предприятия составили 3,9 млн. монатов. Специальные коробки для упаковки медицинских масок также местное производство. Они выпускаются на предприятии, являющимся резидентом Балаханинского промышленного парка. Доставленные из Турции современные оборудования для производства медицинских масок установлены за короткие сроки. На предприятии создано свыше 30 новых рабочих мест. Производственный процесс осуществляется в три смены. На предприятии, где используется сырье, соответствующее международным стандартам ИСО, на первом этапе ежедневно будут выпускаться 120 тысяч медицинских масок. После упаковки они будут дополнительно стерилизованы при помощи специального оборудования. В ближайшие дни будет установлена еще одна производственная линия, и на втором этапе объем выпуска увеличится вдвое. Тем самым ежедневное производство будет доведено до 200-250 тысяч масок. Продукция предприятия будет направлена в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Затем глава государства Первой Леди были проинформированы о производимых в Азербайджане медицинском спирте дезинфицирующих продукции и защитных средствах. Отметим также, что тары различного объема для разлива и транспортировки спирта также являются продукцией местного производства. В настоящее время дезинфицирующие жидкости производят шесть компаний. Затем была дана информация о проекте СТИМ Азербайджан. Отметим, что основная цель этого проекта, реализация которого началась при поддержке фонда Гейдра Лива в начале 2019-2020 учебного года, заключается в расширении возможностей использования современного ИКТ-оборудования в общеобразовательных школах. В рамках проекта началось пробное производство масок, лицевая защита, напечатанных на 3D-принтерах и различных деталей многих медицинских приборов и оборудований с целью использования медицинским персоналом для защиты от коронавируса. В настоящее время ежедневно производится 150 подобных масок. После ознакомления с предприятием президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу. Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, так как сейчас во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, существует нехватка медицинских масок, и мы в этой сфере всегда зависели от импорта. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, в короткие сроки, в течение всего лишь двух недель было организовано местное производство. Здесь большая роль принадлежит предпринимателям, вместе с тем финансовую поддержку оказало и азербайджанское государство. И таким образом, за короткое время создан новый современный производственный участок. Это позволит нам в значительной степени обеспечить себя медицинскими масками. Как вы знаете, использование масок представляет особое значение в борьбе с коронавирусом. И сейчас во многих странах, как я отметил, в этой сфере есть проблемы. Дефицит возник и в Азербайджане, и в некоторых случаях в аптеках нет медицинских масок. Поэтому данное производство позволит нам обеспечить себя и после завершения борьбы с коронавирусом, и впредь Азербайджан уже не будет зависеть от импорта. Вместе с тем, сегодня в Азербайджане организовано производство дезинфицирующих средств. И этот вопрос решен за короткие сроки. Но здесь наше преимущество состояло в том, что в стране есть несколько заводов по производству спирта. На них началось производство дезинфицирующих средств, и они уже поступают в продажу. Таким образом, для еще более эффективного введения борьбы, как неоднократно отмечалось, граждане должны быть еще более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Уже должны быть средства для обеспечения этого, медицинские маски и дезинфицирующие средства, и сегодня они предлагаются на рынок. Сейчас одним из основных вопросов является также то, чтобы в аптеках и других торговых точках не было искусственного завершения цен. Потому что дефицит масок уже привел к искусственному завершению цен, и в некоторых случаях маски продавали из-под полы. Ни в коем случае нельзя допускать такого. Соответствующие государственные органы должны применять очень серьезные механизмы контроля, и если будет искусственное завершение цен, причастные к этому лицу будут серьезно наказаны. Потому что в нынешних условиях, в условиях пандемии, подобные шаги будут восприняты как предательство. Производство медицинских масок и дезинфицирующих средств еще раз показывает, что созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в создании в короткие сроки необходимых нам производственных участков. Не случайно, что это промышленное производство, организованное на территории, расположенном в Сунгаити, химико-промышленного парка. Этот парк создан по моей инициативе, и здесь уже функционируют многие предприятия. Эти предприятия вносят большой вклад и в нашу ненефтяную экономику. Вместе с тем, имеющийся кадровый потенциал, развитие класса предпринимателей, а также партнерство государственного и частного сектора, постоянная поддержка государственного и частного сектора, и политическая, и материальная поддержка, предоставление льготных кредитов, все эти факторы привели вот к этим новым условиям, чтобы мы за короткие сроки оперативно производили необходимые для граждан средства и предложили на рынок. Я еще раз хочу отметить, что даже в развитых странах сегодня существует дефицит масок. Закупленное нами новое оборудование, планируется доставка и второй линии этого оборудования, позволяет производить в автоматизированном режиме маски в больших объемах, в больших количествах. Поэтому сегодняшнее предприятие имеет особое значение. В последние годы я участвовал в открытии сотен, может быть, более тысячи промышленных предприятий, но данные производственного участка представляют особое значение, потому что производимые сегодня в Азербайджане медицинские маски и дезинфицирующие средства защитят наших людей. И наша главная цель заключается в том, чтобы люди не заражались этой болезнью, чтобы обеспечить их здоровье и предпринимать все меры, чтобы добиться этого. В результате упреждающих мер в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане не обрело широкий размах. В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, и система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение больных, число которых растет. Это должно стать уроком и для нас. Поэтому осуществление в Азербайджане превентивных мер и принятие этих шагов в соответствии с ситуацией преследовало только одну цель, чтобы мы защитили жизнь людей, чтобы мы защитили здоровье людей и не позволили широкого распространения этого заболевания в Азербайджане. Все предпринятые по сегодняшний день меры дали свой эффект. Достаточно только сказать, что на сегодняшний день в Азербайджане было проведено 45 тысяч тестов, и сейчас в различных интернет-ресурсах показывают во всех странах и число пациентов, и число смертей, и в то же время количество проведенных тестов, и каждый может посетить эти сайты и увидеть, что Азербайджан из числа ведущих стран, где проведено столько тестов. Это позволило нам диагностировать заболевания, оперативно оказать больным людям медицинскую помощь, и в то же время защитить себя от большой беды. До сих пор нам удалось это сделать, и в то же время принятие оперативных мер, предпринимаемые шаги в соответствии с ситуацией, показали свою эффективность. У вступивших в силу с 5 апреля новых карантинных правил одна цель – предотвратить широкое распространение этой болезни в Азербайджане. И принятые до 5 апреля решения и новые правила преследуют эту цель. Я неоднократно заявлял, что мы продемонстрировали как национальное единство, так и солидарность, и мы должны проявить ответственность. Но в нынешней ситуации, принимая во внимание вступившие в силу после 5 апреля правила, граждане должны демонстрировать дисциплину. Потому что против тех, кто нарешает эти правила, предусмотрены серьезные меры, и они уже утверждены. Уверен, что граждане будут в полной мере соблюдать эти правила, и тем самым болезнь не будет широко распространяться, и мы сможем выйти из этой ситуации с минимальными потерями. В то же время, я должен сказать, что в настоящее время пациенты с коронавирусом проходят лечение в более чем 20 больницах. Среди них и наша самая современная больница – новая клиника. Эта клиника открылась недавно, в конце марта. Там предусмотрено 575 коек. Если учесть, что клиника была досрочно введена в эксплуатацию, там постепенно будут расширяться возможности приема пациентов. На начальном этапе 100 пациентов, затем 300, а затем начнут действовать в полном объеме. Вместе с тем, открытые своим участием в регионах в начале марта этого года больницы были также предоставлены пациентам с коронавирусом. Самые современные больницы в городах Казах, Кюрамбой, Шиамкир заняты лечением больных коронавирусом. Количество коек в этих трех больницах примерно 500. Таким образом, всего за один месяц было введено в эксплуатацию более тысячи коек медицинских учреждений, отвечающих самым современным стандартам, где лечат пациентов с коронавирусом. Должен также сказать, что с учетом оперативной деятельности азербайджанского государства и предпринимателей, в ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и нескольких регионах. Эти больницы будут построены на основе новых технологий, которые позволят за короткое время, возможно, и за три недели или месяц, полностью перестроить больницу. Они будут построены по принципу сборных технологий и оснащены всем необходимым оборудованием. Количество коек в каждой больнице – 200. Создание таких больниц в нашей стране за короткий срок, безусловно, даст новые дополнительные возможности и в этой борьбе. Одним из основных вопросов в борьбе является время. Насколько мы сократим время, насколько сделаем работу за короткий срок, настолько мы сможем добиться успеха в борьбе с этой болезнью. Поэтому факты времени и, конечно же, профессионализм врачей, наши возможности, сочетание всех этих факторов сегодня позволяют Азербайджану выйти из этой ситуации с небольшими потерями. Но, конечно же, дальнейшее развитие работы покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. В любом случае, этот строгий карантинный режим будет действовать до 20 апреля. После этого мы предпринимаем новые шаги в соответствии с возникающей ситуацией. Должен также сказать, что благодаря оперативным мерам, направленным на возвращение в Азербайджан наших граждан, проживающих и находящихся за зарубежом, достигнуты большие успехи. На сегодняшний день около 15 тысяч азербайджанских граждан эвакуированы из зарубежных стран, и большинство из них помещены на карантин. В настоящее время число граждан, находящихся на карантине, составляет 4500 человек. Определены наиболее подходящие места для карантина. Деревня Атлетов является местным карантинным режимом для большинства людей. В настоящее время там размещено около 1300 человек. В то же время находящиеся на карантине граждане размещаются в четырех пятизвездочных отелях в Баку и в регионах, в зонах отдыха, в центрах отдыха, принадлежащих некоторым государственным органам. Им ежедневно дают еду, они проходят медицинское обследование. Подавляющиеся большинство из них очень довольны созданными для них условиями и благодарят правительству и врачей. Одним словом, азербайджанское государство еще раз продемонстрировало свою мощь перед лицом этой серьезной ситуации. Показало, что наша основная задача – защита нашего народа и государства. Для достижения этого можно предпринять любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не допустили широкого распространения этой беды в стране. Но наш будущий успех во многом будет зависеть от действий людей. Государство сделало все возможное. Сегодня действуют жесткие ограничительные меры. Люди должны быть ответственны, защищать себя, защищать своих близких, защищать членов своей семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, также мы должны проявлять одинаковую ответственность и дисциплину. Должен также сказать, что коронавирусная болезнь создала серьезные проблемы для мировой экономики. Это уже отмечают руководители ведущих мировых финансовых организаций. В частности, Международный валютный фонд уже отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет более тяжелым, чем кризис 2008-2009 годов. Что касается Азербайджана, плюс, можно сказать, что цены на нефть снизились более чем в два раза. Коронавирус оказывает негативное влияние на многие сферы экономики и услуг, но, несмотря на это, проблемы у людей, работающих в этих областях, были предприняты во внимание. Созданные, по моему указанию, четыре рабочие группы, можно сказать, в большей степени завершили свою работу. Мне сообщили, и на основании поручений Кабинета министров уже утвердил план действий. На начальном этапе планируется выделить на эти цели примерно 1 миллиард монадов, но затем дополнительные расчеты показали, что этого будет недостаточно, и для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем занятости и стабилизации нашей макроэкономической и финансовой ситуации будет выделено не менее 2,5 миллиарда монадов. Если мы примем во внимание сферы, наиболее затронутой коронавирусом, а также людей, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, 600 тысяч человек больше всего страдают от этой ситуации, потому что закрылись рабочие места. Мой призыв к предпринимателям, мое однозначное требование уже всем известно, что никакие сокращения не могут быть и в этот период, но мы также должны создать возможности для предпринимателей, чтобы они не страдали. Азербайджан профинансирует 600 тысяч работников, в том числе индивидуальных предпринимателей за счет государства. Государство взяло на себя значительную часть их зарплат, и эти выплаты уже начинаются. В частности, проблемы студентов, размер пособий по безработице – все это учтено, и на эти цели выделено 2,5 миллиарда монадов. Это очень большая цифра. Еще раз хочу сказать, что наши доходы от нефти снизились, но здоровье, безопасность, комфорт и благополучие людей для нас превыше всего. Мы еще раз демонстрируем это. Хочу призвать все граждан Азербайджана. Будьте ответственными. Не нарушайте правила, берегите себя, своих детей и близких, чтобы мы смогли выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. Вместе мы сила. Запуск производства медицинских масок в Азербайджане охватывает многие моменты. Прежде всего, этот шаг демонстрирует внимание и чуткое отношение президента Ильхам Алиева к вопросам защиты здоровья населения и подтверждает, что государство предпринимает конкретные и последовательные меры в этом направлении. Кроме того, ввод в строй этого предприятия является показателем развития ненефтяного сектора в Азербайджане и демонстрирует последовательный характер работы, осуществляемый в последние годы с целью снижения зависимости от импорта и расширения внутреннего производства для удовлетворения внутреннего спроса.